Из года в год картина не меняется. Рыба на нерест, браконьеры на рыбу, на браконьеров правоохранительные органы. Клюет, судя по всему, хорошо. Вот и первый попавшийся в сети полиции. Это самый ранний охотник за эндемиком. Он вышел на воду, вероятнее всего, как только стемнело. Однако тут, как тут, и стражи порядка. Уже изъяли первый улов. Сам браконьер решил не лукавить. Рассказал все как есть. Кушать охотой. Всего семь хвостов. Для браконьера это небольшой улов. А вот для экосистемы серьезный ущерб. Ведь каждая икряная особь может принести до нескольких сотен рыб. Однако незаконным рыбакам все ни по чем. Несмотря на штрафы и наказания, они вновь выходят нарушать закон. Вот браконьер-рецидивист. Его уже знают в лицо сотрудники рыбоохраны. Никто не занимает. Я не занимаюсь браконьерством. Вы же ловили рыбу? Нет. Как бы не отрицал свою вину задержанный, улики говорят об обратном. Тщательно спрятанный в корме лодки мешок с уловом все же был найден полицейскими. Улов больше 21 омуля, а значит мужчине грозит уголовная статья. Все, что меньше, это административное нарушение. Так или иначе, но это не пугает браконьеров. Поэтому ежедневно у воды дежурят отряды охраны. К слову, этот сезон более напряженный. Нерестовые косяки дольше проходят в районе города. Не совсем обычное поведение. Скажем так, рыба растянулась значительно. Ну, как говорят, они связаны с теплой погодой. И то, что вода поднялась, поэтому рыба растянулась. Косяк растянулся на несколько километров. Голова начинается в Гонзурино, а хвост еще только в Кабанском районе. Еще пара дней, и нерестовый поток выйдет из территории города. Но операция Путина продолжится. Полиция сообщила, что будет охранять берега до последнего браконьера.